О! МА! Геймс! Как только один из игроков переведет на материк троих жителей своего цвета, Атлантида скроется в пучине океана, партия завершится и победит тот, кто накопит больше всех очков. Во время подготовки перемешайте жетоны пути в соответствии с буквами на рубашках и выложите путь согласно описанным правилам. Смелее проявите творчество и обратите внимание на такую хитрость, что некоторые участки состоят из одного жетона, под ними скорее образуется вода, а другие участки состоят из двух жетонов, на них дольше остается шанс подобрать нужный предмет. Затем перемешивается колода и каждому игроку сдается количество карт передвижения в зависимости от порядка хода. Первый игрок получит 4 карты, а четвертый целых 7. Это нивелирует преимущество на старте. Каждый игрок также получает в распоряжение трех жителей мифического города и целый мост. Ход игры очень простой, но вот вырвать победу из цепких рук соперников отнюдь непросто. В свою очередь игрок выбирает одного из своих жителей, что еще не попали на материк, разыгрывает карту с изображением предмета и перемещает выбранную фигурку на ближайший участок с этим предметом. Чтобы попасть на материк игроку, напротив, нужно разыграть карту с таким предметом, которого у него на пути нет. Стартовая раскладка поля может как затруднить первые шаги беженцев, так и позволить с самого старта пересечь полпути. Старайтесь не отставать от ваших соперников. Если на участке, куда попал бывший житель Атлантиды, есть другие фигурки, то игрок должен переместить своего подопечного повторно, разыграв новую карту и так далее, пока не займет пустой участок. Планируйте ход заранее, ведь ваша фигурка обязана остановиться на свободном участке. Когда житель занимает вакантное место, он подбирает первый свободный жетон позади него. Занятые любыми фигурками участки и вода игнорируются. Если позади жителя стопка из двух жетонов, то он подбирает только верхний. Для чего эти жетоны? Во-первых, они приносят в конце партии победные очки, а во-вторых, их можно сбрасывать в начале хода, чтобы бороться со случайностью и вытягивать дополнительные карты передвижения из колоды. Если на месте подобранного жетона образуется пустота, то она тут же заполняется водой. Постепенно разрывы между участками становятся все больше, больше и больше, хотя одного жетона воды достаточно, чтобы отобразить водную преграду. При ее пересечении игроку необходимо сбросить балласт по стоимости самого дешевого из двух участков по краям разрыва. Подойдут ранее подобранные предметы, только не в этом ходу, а также карты по стоимости одно очко за штуку. Хитрые участники могут создавать друг для друга труднопроходимые препятствия на пути, однако если суммарная стоимость предметов и карт позволяет, то можно пересечь сколько угодно водных преград за ход. Здесь же пригодится и мост, он позволяет фигурке бесплатно пересечь любую водную преграду. Мосты разных игроков также работают для всех соперников бесплатно. После того, как игрок продвинул одного из своих жителей, он добирает карту из колоды просто так, и еще по одной карте за каждого жителя, уже добравшегося до материка. Затем ход передается по часовой стрелке, и так продолжается до тех пор, пока один из игроков не спасет всех жителей своего цвета. В качестве награды он тянет 4 карты из колоды. Теперь остальные игроки должны переместить на материк всех жителей Атлантиды, что застряли в пути. Во время этих передвижений игроки не разыгрывают и не берут карты как обычно, не подбирают предметы и не строят мосты, однако за преодоление водных преград все еще должны платить. Когда обессиленные, все жители выберутся на материк, игроки подсчитают победные очки за жетоны предметов по их стоимости и за оставшиеся карты еще по одному очку. У кого больше очков, тот победил. Итак, у нас Наташа играет за красных. Красной командой. А я синяя команда. А я зеленая, видимо, команда. Я весь день тут в офисе просидел. Да, мы получили свои мосты, и сейчас нам нужно раздать карты. Кто у нас будет первый? Леонид, видимо. Сколько? Четыре первому игроку, второму игроку пять. Это мне, потому что мы по часовой стрелке пойдем. А нет, это тебе, потому что мы по часовой стрелке пойдем. Тебе пять, а мне шесть. Ну погнали! Игра заканчивается, когда хотя бы один из игроков переведет всех своих троих пацанов на безопасный берег. Но мы еще будем подсчитывать очки, которые начисляются за предметы быта, за вот эти жетончики, которые мы соберем. И за каждую карту по одному очку в конце партии. Поехали! Everybody, let's go! Come on! Я не первый раз играю, но мог уже забыть. Я правильно понимаю? Я выкладываю и... Опаньки! На ближайшую зеленую. Еще и воду нам сделал. Зачем? Да, забираю жетон. И я тогда ради Лёни напомню, что можно будет сбрасывать эти жетоны и получать в обмен карточки в начале хода по стоимости половин от этих очков с округлением вниз. То есть за два очка ты одну карту получишь, за три, а то вот, да. Забывай карту добирать. Карту с охоты добираешь. А то оставаться без карт в этой игре это очень грустно. Ну я, видимо, сделаю наглее. Немножко. Я бы только так сделала. Побольше. Не было такой карты. Ну блин, я... Такой же желтенькой? Такой же желтенькой. Оп. Наташа использовала мой план. Слушайте, а давайте сделаем марш-бросок. Так, желтая карта, перекиньте синего, пожалуйста. Ну как бы сюда. Потом я сбрасываю зеленую карту. Иду туда. И мне надо будет сбросить два очка, чтобы пересечь эту преграду. Мы платим по меньшему из двух жетонов. И потом мне нужно еще куда-нибудь сходить. То есть ты решил разбазарить свое преимущество в две карты в первом же ходе? Ну, да. Возможно, это глупо. А для чего еще карты? И тогда черную я встаю сюда и заберу себе вот эти четыре очка. И я должен заплатить две карты за переход. За переход мы платим всегда в конце хода. Но не тем, что получили в этот ход. Конечно. Это важно. То есть ты, да, не можешь походить с поправкой на то, что ты получишь. Ты должен руководствоваться тем, что ты сбрукаешь. И две карты он сбросил. Я две карты сбросил, одну добрал. Все, ход. То есть он потратил за ход пять карт, а добрал всего одну. Ну, ладно. Леня тоже решил идти по пути наименьшего сопротивления, я так понимаю. А мы-то еще все там. Я карту не добрал? Карту не добрал. Не добрал. Ну, да, такой ход. Я что-то вообще все карты разбазарил. Ну, я просто не хотел отставать. Наделаем дыр. Нужно больше дыр. Ты синий сбросила? Да. И мне нужно заплатить будет сейчас еще тоже две. А, ну, то есть если я заплачу это, я сдачу-то не получаю. Сдачу мы не получаем, и ты потеряешь просто пять очков. Шикарно. Прекрасный. Тройкой Наташа расплатиться не может, потому что она ее только что получила. Тогда так сделаем. Так, я схожу вот сюда и заберу себе жетон на семь очков. Хороший, хороший ход. Ну, такой себе, если честно. Фигня почти. Там надо карты можно забрать за счет этого. Есть идея, которая возможна сейчас. Никто не одобрит из нас с Наташей? Да, никто не одобрит. Ты зеленый, если что. Да-да-да, я зеленый, да. Я просто, почему за красным потянулся, вот. Я кладу эту карту и делаю вот так. О, нет! Это была моя идея! Ты был первый красный на пути. Офигеть просто. Он убил мою идею. И тебе нужно заплатить за переход всего четыре по сумме. Я могу сделать два и два. Да, ну давайте сюда сбрасывать. И я добираю карту. Что теперь вы мне предлагаете? Да, нормально. А, вот, можно сделать так. Можно сделать коричневую, скинуть. И ты такой... О, боже мой! О, боже мой! Пыньк! И это тебе стоит три. Я вот эту троечку забираю. Да, забираешь первый, свободный, после себя жетон. Так, ладно, видимо, я в этой партии проиграл. Почему ты так решил? Как всегда. Ну, что-то я не очень хорошо в нее играю. Ход, конечно. Сколько... Я потом могу уже посмотреть, наши записанные с вами партии, сколько партий я вам проиграл. Ой, мы очень много раз играли в эту карту. Да, да, что я думаю, это у меня две карты. Я встаю сюда и забираю пятерку. Забирай, то будет у тебя одна карта. Этот ход будет простым и быстрым. Леня забирает очки. Просто Дюля продолжает там делать, понимаешь? И карту. Как сцовать сейчас на эту красную? Вот как? Одно очко, чтобы... Ну, зато прыгнешь вперед. И, кстати, всем остальным потом сделаешь проход пять. Я, пожалуй, сделаю все-таки это. Чтобы было всем нехорошо. Видимо, сделаю вот так. Это тебе стоит... Четыре очка. Да, четыре очка. Наверное, сделаю вот так. И тогда одну очко. И сделаю вот так. И у меня будет грустных две карты в руке. Да. Мост можно поставить для того, чтобы... А, из игрок, конечно. ...бесплатно пересечь вот этот разрыв. Че, поржем? Ну, давай! Давайте поржу. А, там пять стоит, да? Да. Ну, нормально, нормально. Скидываем красную. Я кто, синий? Да. Пять? Ты заплатишь пять? Мы поставим здесь. Нет, нафиг. Я поставлю мост, конечно. Чуть-чуть совсем больной. Но еще смешнее вот это. Я же должен прыгнуть. Да что ж ты делаешь? Да, на самом деле, ты же и себе тоже яму роешь. Как бы мои-то вот здесь еще. Достаточно далеко. Может быть, я поторопился, блин, с этим решением, конечно. Ну, уже поздно. Ну. Вадим, один мой красный остался там позади. Может, ну, его там и оставить уже? Сюда, получается. И еще один красный. Простите. Сюда. То есть, в принципе, если я сейчас здесь пройду, здесь всего три, да, переход стоят? Не так дорого это могло бы быть. Блин, надо оттуда реально бежать. Это что-то вообще жесть какая-то. А, ну, тогда надо это сделать. Только немножко я не так далеко дойду, как мне хотелось бы. Но. Я заточу всего два. Заберу-то и пять. То есть, в принципе, это неплохо. Я сбрасываю шестерку, чтобы добрать в половину меньшую карт. И мне не повезло. Я хотел вытащить определенный цвет, но не случилось. Хотя вот, мне кажется, это неплохое решение. Я пойду медленно, но да, вот буду тоже пока очки собирать. Как у вас у всех столько очков? Все, я добрал карту. Мне просто нужна определенная карта, чтобы здесь дойти до конца. Как и, в общем-то, и Наташа, и Лёня. Синяя, ты хочешь сказать? Да. Если бы она у меня сейчас попалась в руке, я бы уже дошел сюда и добирал бы по две карты. Но, увы. Вот как сделаю я. Куплю три. И синяя, да? Что? Ладно. Ты, Наташа, вообще хорошо карта мешала? Отлично помешанная карта. Фиг с ним, я покажу всем, чтобы все видели, как ты мешаешь колоду. Кто-то мне говорил, вообще не мешать. Обрати внимание. У меня вообще всего две карты, извините. Да, вот так. Ничего, живем же как-то. Ой, хорошо. И я добираю карту, потому что сделал вход. А, ну ладно, вот, заработаю очков. Блин. Да нет, хорошо. Ой, хорошо, как. Я сейчас не буду покупать новые карты, хотя, конечно, наверное... А давайте куплю. Но давайте куплю теперь не три карты, а две. Чтобы много очков не терять. Побольше, побольше. Блин. Блин. Входим коричневой картой. Удивительно, да? Берем самого дальнего пацана, и получается, он прыгает аж сюда, правильно? Проверьте меня. Все тогда. Теперь давайте считать. Два за переход, плюс два, четыре, пять и бесплатно. Ну блин, много очков уже потратил, да, много. Я че? Ань, я все. Я че? Да я только что понял, как можно сходить. Че-то я... Я делаю вот так. Оп. Зачем? И ставлю мост, да, Вить? Ради бога. Ну, если хочешь. Ну, ты ставишь мост, а при этом я делаю. Если ты не хочешь платить два очка, то да. Дам, дам. Прекрасно я мешаю карты, могу вам сказать. Наташа первая дошла. Отлично. И тебе надо заплатить три по-прежнему. Четыре. Три? Да. Ну ладно. Я принесу эту жертву, но зато теперь буду забирать по две карты, поскольку один человек у меня дошел. Вот это ты берешь. Да, и я беру арфочку. Опа, теперь синий нас не доведет. Вот это подстава. На самом деле у меня все равно есть очень красивый план. Белый может вас довезти. Я беру синего и на первый коричневый вот здесь, правильно? Да. И мне эта ситуация довольно-таки нравится. Я проигрываю, говорит он. Так, я стоял вот в этой части, надо сейчас будет считать это все еще. Я думаю, что мне хватит жетонов, чтобы заплатить. Примерно отсюда. Да, да. Ну главное, что вот до сюда. Так, и далее я схожу... Все потратили мосты. Да. Смотрите, далее все, вспомнил свой план. Я хожу на белую. Да. На своего же прыгаю. Ну и поскольку у нас открылась все равно, да, зеленая, давайте... Ой, ну то есть синяя, я схожу вот сюда. Итак, этим я сейчас не смогу расплачиваться. А что тут? Два, три, шесть, семь. Семь. Пожалуйста. Изи. И добираю пока одну карту. И вот это мое. Ну нормально прыгнул, я считаю. Теперь здесь две синих. Подстава, подстав вообще. Так, за зелененькую. Еее. Вот, дошел. Так, теперь это как бы... Здесь вода не образуется. Да, материк сдвигается. Хорошо. Так, ну ладно. Я, собственно, сделаю так пока, чтобы добрать очки хотя бы немного. Добирай тоже две. Тем более, что сейчас добираем больше. Будет чуть больше возможностей. Ладно, давайте я схожу сначала все-таки... Да. Коричневым. И потом, ну типа зеленый. Все, наконец-то тоже добираю две карты. Уже в конце. Леня! Леня, что происходит? А я должен был заплатить, по-моему, одну очко, да? Да. Так, эти карты я взял. Я проигрываю. Вот эту я сброшу. Посмотрите, сколько у них очков и сколько у меня. Нет, я сброшу не эту карту, извините, пожалуйста. А, нет, эту карту, эту карту. Все, я вспомнил почему-то. Но у Лени-то капец сколько очков. Да, у Лени очень много очков. Но он их будет тратить на переправы, хоть сейчас, хоть потом. Всего один вон там, и что? Один? А вот сейчас мы как раз и займемся подсчетами. Раз? Да. Правильно? Да, да. Не-не-не, ты еще дальше ведь должен пройти. Ты это точно берешь, ты дальше берешь. А, очень жаль, это очень хорошая штучка. И я вообще не планировал идти дальше. Вот еще. Это от волнения все забывается. Красная есть у тебя? Есть, хорошая. Вот такой вот. Я тоже думаю. Все равно пять я хотел забрать, да. И Наташа. Пошел отсюда. А, да. Значит, два. И три. Три. Все. Три. Всего три. Вот так. То есть получается то, что мне пришли так много коричневых карт, это неплохо. Да. Я вообще нормально на них прыгнул, получается. Вот так вот делаем. То есть все равно, ребята, вам кажется, что это долбаная, блин, проклятая случайность, но на самом деле посмотрите, что она мне дала. Вот это было. Ладно. Проклятые случайные, да. Тебе один надо заплатить, да, за этот? Убираем. Что-то идет не так. Получается, прыгаю вот этим пацаном. Ты так далеко прыгаете, я так далеко не могу. И я должен заплатить три. Тут у нас вообще все. Плюс один. Я должен заплатить четыре. Вот у меня есть жетон на четыре очка. Ход. А, и две карты добрать. Мамочки. Я так волнуюсь. Как ты выигрываешь? Чего ты волнуешься? Ну, блин, нет, у Лени дофига жетонов. Тут мало привезти человек. Чего дыры там опять делаешь? Так я специально. Ужасно. За мной еще два Лениных пацана. И все мосты потрачены. Я уже не считаюсь, да? Ну, непонятно. И Леня у нас по статистике выигрывал больше партий. Он наиболее опасный соперник. А здесь? А ты мой любимый соперник. Три. Четыре, пять. Четыре. Пять-шесть. Пять. А, пять. Ну, тогда я сделаю так. А я... Ты забираешь, да, синий? То есть ты мне немножечко подлянку сделал еще. Вот. Я, видимо... Вот. И я теперь беру три карты, да? Да. Потому что одна, плюс одна карта за каждого человечка на острове. Беру просто семерку, потому что не могу никуда идти, хотя бы буду брать очки. Блин, это офигеть, конечно. Наташка сейчас... Так, а что мне еще? Платить знаешь, сколько надо, чтобы дойти... А мне, блин, здесь надо платить тройку теперь. Ну, давай зеленую карту, что? Так, что тут... Дойдем, тройку сбросим и доберем три карты. Без шансов, без вариантов. Так, а, я же должен забрать еще вот это. Угу. Надо брать еще очков. Как это сделать? Можно вот так, например. Два очка стоит переход. Угу. Ну, мне кажется, что... Когда у тебя ровное количество очков, там, типа... На которые есть жетоны, то мне кажется, проще жетонами, типа, платить. Ну, потому что карты еще могут понадобиться. В общем, я заканчиваю партию, забираю еще и красную шестерку. Ну, это для нас хорошо. А почему не четверку, кстати, ты забираешь? Вот именно. Да, ты прав. Я должен был забрать четверку. Господи, только там не семь. Фу, один, слава богу. Так, и теперь... Блин, да, для вас слишком дешевый переход получился. Ура! И я, как первый финишировавший, добираю четыре карты. Три, четыре. И теперь вот эти все, это все мои очки. Но теперь, да, все ребята должны еще дойти до финиша. Ну, Леня, доходи тогда. Один. Три. Три, четыре, пять, шесть. Шесть. Я что-то больше насчитал. Нет, шесть. Тут мост. То есть тебе надо... Шесть. Шесть и пять. Ему надо шесть. Я красный. А, ты красный. А, у него всего один остался. Блин, так Леня опять выиграл. Все, да. Леня уже не получает бонус. Я, соответственно, тоже, да, я должна заплатить. Тут раз плюс три, это четыре, пять, шесть, семь. Один раз... Ну, семь-то. Мы только что Лене считали, алло. Ну, блин, раз, плюс три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, Леня тоже должен был семь заплатить. Ты должна заплатить... Семь и шесть тогда? Семь и шесть. Ты должна заплатить тринадцать. А Лене еще одно очко сбросить. Я как всегда проигрываю. Ну что, самый волнительный момент? Угу. Двадцать семь. Двадцать три. Тридцать один. Да, блин, ну что, как Леня выиграл, елки-палки. Да что ты будешь это проигрывать? Я ее проигрываю просто. Я как не бьюсь, короче. Все время Леня выигрывает. Так, вот, смотрите. Значит, берем Атлантида. Семь игр мы сыграли. С этой уже восемь. Так, давайте мы сделаем здесь проще рематч. Так, к сожалению, симы с нами сегодня нет. У Лени тридцать один. Ну, передаемый привет. Обязательно, да. Двадцать семь у меня. Двадцать семь у меня я сказал, да? Да. А у тебя, Зая? Двадцать три. Двадцать три. Даже ты меня могла вообще обогнать и догнать. Да, действительно. И пишем время партии. Я не знаю, мне кажется, там, за тридцать минут мы сыграли примерно. Все. Вот. Так записываются партии в Бордгеймгик. Ну, так, на всякий случай. И получается, смотрите. Значит, мы с вами сыграли. Я вообще на минус одиннадцать ушел в первой партии. Леня выиграл с четырнадцатью очками. Потом Леня выиграл с семнадцатью очками. Потом, а, Сима выиграла с двадцатью четырьмя, когда у всех было там меньше десяти. В тиберинке, да. Итак, у Лени уже две победы. Я каждый раз последнюю. Лени уже две победы. Не каждый раз. Потом Наташа меня обыграла. На два очка. Ну, все-таки обыграла. Вот я один раз выиграл, и все. И то не с Леней, и не с... Ну, потом... А, опять Сима выиграла, короче. Ой, да кто-то, оказывается, не все время Леня-то выигрывал. О, даже я вас выиграл один раз. Уже два, видишь? Уже два из семи. Между прочим. Ну, Леню-то я выиграл только один раз, а Леня нас всех три раза. Я вообще ни разу не выиграла эту игру, так что нечего тут. Ты выигрывала меня, когда мы играли с тобой дуэльно. Ну, кстати, мы и дуэльно играли, и вот втроем сейчас играли, и вчетвером играли, и вообще огонь. У меня всего две победы из восьми, это позорище просто. У меня одна из восьми. Это... ну, ладно. Хорошо. Классная игра, люблю я. Ну да, я... понятно почему. Потому что ты побеждаешь. На самом деле, мне вдвоем не нравится в нее играть, честно говоря. Почему? Ну, потому что она слишком какая-то унылая становится. Слишком просто, слишком мало воды, меньше азарта, в четвером веселей все равно. Ну да, нельзя с этим не согласиться, потому что действительно поле у вас такое же большое, мостов, правда, у вас меньше, и если делать разрывы все чаще, тогда становится играть прям вообще жарко. Ну, людей-то меньше. Меньше. Ну, да. Разрывов меньше, соответственно. Согласен. Вдвоем не... но уже втроем. Втроем уже прям вообще остренько. Даже вот эта ситуация сейчас, когда я вроде бы как вырвался, но Леонид все равно успел набрать очки, было уже интересно. То есть втроем-вчетвером прям уже вообще огонь. Очки рулят. Да, нельзя, конечно, не сравнить Атлантиду с игрой другой Лео Калавини, вот автора этих игр, Картахены, которая на российском рынке появилась раньше. Атлантида вообще по времени вышла, в принципе, позже Картахены на мировом рынке. И тут, конечно, все это чувствуется очень сильно, но не знаю, у Атлантиды есть какая-то прям магия. Я скажу, что Картахену любил не особо. Может быть, кстати, действительно, потому что мы много играли тогда очень давно с тобой, чаще вдвоем. И может быть, поэтому нам Картахена не слишком зашла. Она гораздо проще. Она проще там, для точков. То есть там, кто первый пришел, тот и пришел. И там поле не так вариативно, потому что там несколько кусочков всего, которые можно по-разному составить. Да, то есть там целостные такие поля. Здесь у вас прям вообще разнообразие в выходе этих фишек. То есть у вас даже вот здесь вот, это уже настолько разная ситуация, что просто обалдеть. А тут у вас все поле такое. И еще у Лео Калавини есть игра Драго, которая у нас с тобой была. Она тоже какая-то вообще незамысловатая такая. Особо в ней ничего не прячется. Но, не знаю, может это магия драконов была? Чем-чем больше... Ну, не знаю. Мне кажется, из всех игр этого автора, вот три, да, ты назвал сейчас в материале, это лучше, лучше. Мне под обзором еще четвертую игру Лео Калавини называли. В его играх реально есть что-то захватывающее. Они все несложные, они все семейного плана, они все достаточно простые, если смотреть с точки зрения гиков. И они все, в общем-то, просчитываемые, но они все реиграбельные, они все равно все какие-то увлекательные, главное, азартные. И я хочу сказать, что даже для опытных игроков в этих играх, ну вот в Атлантиде, пожалуй, больше всего для опытных игроков простора стратегического. То есть дракончики, они мне по антуражу, наверное, интереснее, чем Картахена, но скорее они проще, чем Картахена, если вот так вот прям вообще строить стратегии на самом деле. Картахена, мне кажется, поинтереснее, вот Атлантида прям топ. Да? Да? Все, наверное, да. Леня играл только в Атлантиду. Ну я каких-то драконов помню, это очень классная игра. Ну, возможно, с тобой играли в драконов. Если это она, то... Ну там, помнишь, такое поле было, где летали дракончики, и ты мог садиться на разных драконов, типа какую карту перед собой разыграл, ты на таком драконе летишь, на таком получаешь очки. А когда мы в нее поиграем? Покупай зелень. А мы ее продали, к сожалению, на большой распродаже. Теперь у нас есть Атлантида, но я думаю, тебе это вполне остро. Да? Да? Друзья, огромное спасибо и вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пишите, как вам Атлантида. У нас есть обзор на канале, сейчас появился летсплей. Надеюсь, мы вам полностью раскрыли игру. То есть представьте, что вчетвером здесь еще больше взаимодействия, разрывов, мостов и вот это вот соревнование, когда ты до самого конца не знаешь, сколько у кого очков. Это очень круто. И если вам понравилась игра, то вы можете перейти по ссылке в описании, приобрести ее себе. Тем более, что в магазине Фанмил бесплатная доставка этой игры по всей России. Прикольно. Она еще и стоит недорого, всего полторы тысячи. А играть не переиграть. Вот так. Вот это да. До новых встреч, друзья. Давайте пятюню. Бам! Ты дышишь!